Моему деду, Савченко Михаилу Ивановичу, в этом году исполняется 90. Он руководил службой охраны, маршала победы Георгия Константиновича Жукова. В каждой семье есть свои герои, люди, которые подарили нам счастье жить под мирным небом. Песни наших отцов. Программа о наших отцах и дедах. Темная ночь Они жили в такое страшное время, когда просто человеком было трудно быть. Просто трудно быть человеком. Я уже не говорю там о чести, о достоинстве. Низкий поклон. Дмитрий Певцов. Актер театра и кино. Народный артист России. В этом году Дмитрий Анатольевич отмечает юбилей. 50 лет. Практически в каждой семье есть черные страницы истории. Для семьи Дмитрия Певцова таковыми стали 30-е годы прошлого века. Страшные события тех времен до сих пор невозможно оправдать и объяснить. Ими им. Сталинские репрессии. Семья мамы, они коренные тбилисты, можно сказать, из такого древнего еврейского рода Ашкенази. Мой дед Иван Акенович Певцов, он в Тбилиси приехал, так сказать, по распоряжению партии. Собственно говоря, был очень серьезным и таким большим политическим, довольно крупной политической фигурой партийной. Проразглашал советскую власть в Аджарии. С ним была вообще такая уникальная история. Он был нормальным деревенским рязанским парнем. И где-то там нахулиганил, посадили его в кутузки. И он оказался в одной камере с легендарным. И тогда уже революционером звали его Камо. Симон Аршакович Тер Петросян. Партийная кличка Камо. Профессиональный революционер. За активную политическую деятельность четыре раза приговаривался к смертной казни, которая, согласно амнистии, по случаю 300-летия дома Романовых была заменена заключением. Вышел на свободу после Октябрьской революции. Владимир Ленин характеризовал Камо как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии. Да, и за ночь он его так перевербовал, что батюшка утопил крестик в параше и с тех пор стал революционером. Вот дослужился до больших таких чинов. И, собственно говоря, поскольку он был человеком принципиальным и честным, то он стал личным врагом Лаврентьева Павловича Берия, который тогда был в Грузии, в Тбилиси. И, соответственно, в 1937 году он первый исчез сразу же. И непонятно где, и что, и как. Ну, мамин папа, Семен, он тоже исчез в 1937 году сразу же. Насколько я знаю, он был из интеллигенции. Вот, к сожалению, маловато я о нем знаю. Но он тоже пропал в 1937 году очень быстро и навсегда. Большой террор. Именно под таким названием вошел в историю период массовых репрессий и политических преследований 1937-1938 годов. Исторически установлено, что в эти годы по политическим мотивам было приговорено к расстрелу 681 692 человека. Количество жертв за 1937-1938 годы составило около 1 миллиона человек. В 1939 году было арестовано более 1 миллиона 200 коммунистов, что составило половину общей численности компартий. Из них, по данным историков, на свободу вышло лишь 50 тысяч человек. Дима, скажите, пожалуйста, а вот каким образом ваша бабушка оказалась в лагере и что она об этом рассказывала? Ну как, тогда же забирали враг народу, раз, и тут же все взрослое поколение заодно всю семью, то есть всю ячейку вынимали, как врагов. Ну и, собственно, бабушка тоже оказалась, через какое-то время не сразу, но, по-моему, ее взяли. И даже она просидела в загорях, я не скажу, сколько лет, но, по-моему, меньше десяти. Папе было тогда, соответственно, семь лет, его не тронули. Большой террор буквально уничтожил командный состав рабоче-крестьянской Красной Армии. В июне 1937 года состоялся суд над группой высших офицеров, включая Михаила Тухачевского. Обвиняемым вменялась подготовка военного переворота, назначенного до 15 мая 1937 года. За контрреволюционные преступления были осуждены лица высшего, среднего и младшего командного и рядового составов. По официальным данным было арестовано за 1936 год 925 человек, за 1937 – 4079, за 1938 – 3132, за 1939 – 1099, за 1940 год – 1603 человека. Дмитрий, а вот как вы думаете, все-таки, вот если бы не репрессии 37-го года, как могла бы сложиться судьба не только вашей семьи, но и вообще всей страны? Хороший вопрос. Это нужно специально обученному человеку, который занимается историей. Да и то он, я думаю, зачесал бы себе репу с таким вопросом. В эти годы были уничтожены весь свет, собственно говоря, не только интеллигенции, но и верхушка нашей военной, это известно. Армия была обезглавлена фактически. Один из вариантов, что Сталин дошел бы до Испании, Португалии, и это все было бы Советский Союз, опередив Гитлера. Поэтому, бог его знает, я не знаю, а что с нашими было бы, я не знаю. Не знаю. Для многих события, произошедшие с родными людьми, стали отправной точкой формирования характера. История каждой семьи неразрывно связана с историей нашей страны. Отцу Дмитрия Певцова пришлось жить с клеймом «сын врага народа». Как говорит наш герой, если бы не эти обстоятельства, вряд ли бы Анатолий Иванович Певцов, который является заслуженным тренером СССР по пятиборью, добился бы в жизни таких высот. Папа с детства, ну, с юности, занимался спортом. Сначала плаванием, потом шел в пятиборье. И, собственно говоря, до пенсии он работал как раз на тренерской работе и потом в Центральном Совете Динамо, как раз занимаясь пятиборьем. Вот, а потом уже после пенсии пошел инструктором, работа инструктором в школе верховой езды, поскольку он человек-кентавр, как я его называю, когда он садится на лошади, то они сливаются в единое целое. Папа, он часто любил повторять, если я буду хотя бы на 10% похож на своего отца, то я буду считать, что моя жизнь удалась. Потому что Иван Акимович был железным, конечно, человеком абсолютно, насколько я знаю, по рассказам папы. Великая Отечественная война обошла семью нашего героя стороной. Город Тбилиси не имел особого стратегического значения, поэтому не был подвержен атакам и бомбежкам со стороны фашистских войск. Однако страх перед германской машиной смерти не покидал жителей Грузии. Время лечит. Спустя годы семья нашего героя сумела наладить мирную жизнь. Сегодня Дмитрий очень сожалеет, что знает о своих дедах только по рассказам папы и мамы. Однако память о том, что пришлось пережить его предкам, все чаще и чаще находит свое отражение в творчестве певцова. Вообще песни, написанные во время войны, связанные с войной, написан талантливый, это вообще отдельная для меня история, поскольку, может быть, через них я и даже сейчас больше понимаю, чувствую, чем через фильмы какие-то, рассказы очевидцы. Война, любая война, это экстремальная ситуация. И экстремальная ситуация, помимо ужасов, кошмаров и потерь, она несет еще всплеск творческий. Мне всегда в профессии интересно, когда что-то экстраординарное, что-то на грани жизни и смерти, где есть риск, где есть выброс адреналина, страх, ужас, боль, потери. И если это есть в песне, в материале, мне интересно это сделать, найти музыкальную форму, найти адекватные внутренние картины и донести это содержание. У нас много военных песен в репертуаре. И это в основном, конечно, песни Высоцкого, потому что он совершенно удивительным образом сумел в эти ситуации, в том числе и военные, экстремальные, вжиться и найти форму нужную и истории, которые там... Я вот считаю, что одно из гениальных совершенно произведений песен о войне, его песня «Он не вернулся из боя». Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух, и та же вода. только он не вернулся из боя. Гришай, а как у вас там с рыбалкой? Рыбалка у нас на Кубани, а седры вот такие. Да я тебе серьезно говорю, приедешь после войны ко мне домой, жена такого хуй сделает. Да ты ложку вот эту... Да ты брешь. Я тебе серьезно говорю, знали-ка мне вот чайку. Ха-ха-ха-ха, Гриша, ага. Ребят, кипяточку не найдется? Отставить. Сам налью. Марина? Пойдемте, Марин. Так, соловьи поют. Слушаюсь тебе. Нам и места, землянки, хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь только кажется мне. Это я не вернулся из боя. Я слышала, что вы сейчас готовите новую песню, которая называется «Звезда». Вальс-звезда. Вальс-звезда. Да. Что вы вкладываете в эту песню? Она, с одной стороны, очень по атмосфере похожа на землянку или «Темная ночь». Но это абсолютно современная история и современный образы там. Песня – это история, это рассказ, это монолог. И здесь вот в песне «Вальс-звезда» она какая-то такая щемящая тоска и там, что там рождается такое интересное у нас. Потому что многие песни, они вызывают ассоциации к какой-то картинке. И мне это видится, когда вот какой-то поезд, медленный эшелон подходит и где-то на одной из платформ сидят солдаты и один человек играет на гармошке и поет эту песню. И поезд подходит, мы его рассматриваем, мы видим, что он раненый или не раненый, а не курит, кто-то там плачет, вспоминает своего любимого, и поезд этот уходит, затихают звуки гармошки. И с чьей-то человеческой судьбой мимо нас проходит, чья-то потеря, а может быть, не потеря, может быть, дождется, может быть, он не погибнет. Это опять же возвращение к нашим истинным чувствам. Снова небо прорежет свет... Давай еще сначала поговорим. Снова небо прорежет звезда, как разорванный эхом снаряд. Я твои вспоминаю глаза и прощальный печальный наряд. Снова в вальсе закружится боль, как прожектор в поисках зла. Я твою вспоминаю любовь, что от смерти меня упасла. Я твою вспоминаю любовь. до рассвета опять не уснуть, не добраться до ласковых рук. Ты меня подожди как-нибудь и не слушай неверных подруг. Я вернусь, когда встанет рассвет, ты вставь незакрытою дверь, даже и через тысячу лет. Я вернусь, ты, пожалуйста, верь. Я вернусь, ты, пожалуйста, верь. у нас сейчас так в концерте мы стали делать, что перед каким-то песнями я читаю стихи. А здесь, мне кажется, можно прочесть стихотворение Семена Гудзенко перед атакой. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. И самый страшный час, бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв и умирает друг. Значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота, ракеты просят небосводы и вмерзшая в снега пехота. Я чувствую, что я магнит, что я притягиваю мины, разрывы. Лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать. И нас ведет через траншеи окоченевшая вражда штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. А как вообще родители относятся к вашему творчеству? Мама там высказывает иногда критические какие-то замечания. Сейчас стало полегче, поэтому, собственно говоря, для нее и для папы это просто большая радость. Во-первых, лишний раз меня увидеть хотя бы на сцене. А во-вторых, мы все-таки растем и вот в этом деле мы растем. Ну и в основной профессии тоже я чего-то такое мне кажется, двигаюсь не назад. Ну здорово. Им нравится. Им нравится. Не, иногда мы иногда когда собираемся наши какие-то семейные посиделки, гитары всегда есть, а мы поем, собственно, советские песни. История каждой семьи уникальна. Мы часто жалеем о том, что не успели много сказать самым дорогим нам людям. Но ведь они живы. Пока жива наша память о них. Будучи школьником, конечно, это был праздник, парады, счастье, победы. Я помню очень хорошо этот праздник со слезами на глазах. В последнее время мне печально. Мой ближайший друг герой России, который прошел две чеченские войны, потерял ступню на первой войне, восстановился, вернулся и совершил ряд подвигов уже на этой ступне. И все замечательно. Наконец-то получил жилье в Москве, все хорошо. И как герой России он не должен был платить за электричество. И вот кому-то понадобилось вот эти несчастные копейки, которые, этих героев России в Москве, ну, я не знаю, сколько их, ну, не миллионы их, чтобы на них что-то заработать. Вот взяли и по каким-то своим целям нет платить, ребята. поэтому какой-то печальный для меня праздник. Особой радости почему-то нет, не знаю. Странные победы. А что бы вы хотели сейчас сказать вот тем, кого нет сейчас рядом с нами, может быть, там, ну, своим родителям, вашим дедушкам, бабушкам? Я бы, конечно, сказал им спасибо за то, что они выжили, за то, что они успели полюбить, за то, что они успели продолжить наш род. И родились мои родители, и родились мы, и родились наши дети. Я бы, конечно, сказал, хотел бы поклониться им, и сказать спасибо. Они жили в такое страшное время, когда просто человеком было трудно быть. Просто трудно быть человеком. Я уже не говорю там о чести, о достоинстве. Низкий поклон. История каждой семьи уникальна. Песни наших отцов это и наши песни. С вами была я, Марина Яковлева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok